Доходы в бюджет республики в прошлом году составили 32 миллиарда рублей. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2017. Об этом на заседании правительства сообщил в Рио министр финансов республики Каспола Адбутаев. Впервые удалось полностью ликвидировать задолженность по социальным выплатам. За последние три года рост налоговых поступлений 50%, в то время как в среднем по стране 37%. Также удалось снизить дотационность республиканского бюджета и существенно сократить государственный внутренний долг. В относительных цифрах это соотношение также улучшается. Было 119,1%, стало 79,5%. Но тем не менее нужен анализ каждой отрасли и наш вклад, реальный вклад в увеличение налоговых и неналоговых доходов. Если провести анализ предоставления мер господдержки, то результаты могли быть существенно лучше. Поэтому всем министерствам этому аспекту нашей работы прошу уделить большее внимание. Говорили и о сумме взноса за капремонт имущества многоквартирных домов. В новом году она остается на прежнем уровне и будет равна 5 рублям 24 копейкам за один квадратный метр. Такое постановление поддержали в правительстве республики. Министр ЖКХ топлива и энергетики Майрон Томаев отметил, размер взноса рассчитан региональной службой по тарифам и является одним из самых низких среди субъектов России. Премьер Тим Растускаев подчеркнул, что темпы роста сбора платежей недостаточно высокие и поручил руководителям районов обратить на это внимание. Говорили и об инвестпроектов, которые реализуют в рамках подпрограммы социально-экономического развития республики. По словам министра экономического развития Казбека Томаева, в этом году реализуют 4 новых проекта. Это создание агротехнологического комплекса «Кировский», предприятие по производству строительных материалов, закладка сада, фундука на 200 гектаров и создание логистического парка «Грин». Еще два проекта переходят с прошлого года и продолжат реализацию в текущем. Это закладка интенсивного сада на 122 гектара и строительство фруктохранилища на 5 тысяч тонн и создание машинно-технологической станции «Иравская». Дополнительное финансирование получат подпрограмму «Поддержка и развитие малого-среднего предпринимательства». Средства в размере 47 миллионов рублей выделены из федерального бюджета. Таймур Астускаев обратил внимание на то, как проходит отбор инвестпроектов. О некоторых социальных гарантиях. Скажем так, активность министерств в этом процессе оставляет желать лучшего. То есть мы развиваем сельское хозяйство, промышленность, медицинский кластер, туризм, индустрию строительных материалов, использование природных ресурсов и так далее. Вот этот отбор на уровне министерств отсутствует. Пускай войдут в проблемы своих отраслей, отбирают. И потом все это республиканская комиссия отбирает публично, открыто. И затем отправляем в Министерство по делам Северного Кавказа уже в федеральную комиссию. Вот тогда будет, наверное, результат. Сегодня же Таймураз Тускаев принял граждан. В общественную приемную президента страны пришли люди с личными проблемами. О сложной финансовой ситуации рассказала мама двух студенток СОКПИ. Девушки учатся на коммерческой основе, также в семье есть кредит. Премьер обещал оказать материальную помощь, также поручил выяснить, есть ли возможность перевести студенток на бюджетную форму обучения. Пришли на прием к Таймуразу Тускаеву и те, кто развивает сельское хозяйство. Фермер планирует создать на территории Моздокского района овцеводческое хозяйство. Уже заключен договор с Волгоградским селекционным центром и поставки 1700 голов овец. В планах за два года довести поголовье до 4000. Предприятие позволит создать рабочие места, а часть прибыли направит на открытие школы с полилингвальным обучением. Суммы, предоставляемые Минсельхозам, они не маленькие, они должны помочь вам, а уже вы должны создать такие производства, которые помогут району в виде рабочих мест, в виде больших поступлений в бюджет и в виде примера другим предпринимателям, что можно получить ресурс государственный, создать за счет этого бизнес, успешно развиваться. Вот такие будем перед собой совместные задачи ставить.